В Австрии стартовал чемпионат Европы по профессиональному мастерству Евроскилз. В город Грац приехали около 400 конкурсантов, из них 57 ребят из России. В течение этой недели они будут соревноваться за медали в 48 компетенциях. За церемонией открытия следил наш специальный корреспондент Евгения Чирочкина. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! 57 участников национальной сборной занимают почти всю сцену. Российские конкурсанты приехали в Австрию побороться за звание лучших в своем деле. Масштабная церемония открытия Евроскилз 2021. Представители больше 30 европейских стран поднимают свои флаги. День перед началом соревнований самый волнительный. К чемпионату сборная России готовилась несколько лет. Ее состав уже успел удивить экспертов и организаторов. В одних из самых сложных компетенциях, например, сварочные технологии, строительство из стекла и технологии мясных продуктов, страну представляют девушки, единственные среди конкурентов. Компетенция направленная как раз-таки на работу с мясом. У нас совершенно новая. Тренировалась на более крупном животном. То есть ноги были в районе 50 килограмм. И да, действительно это было тяжело. У нас будет нога теленка весить где-то 20 килограмм. В два раза меньше, чем вы тренировались? Да, в два раза меньше. То есть задание облегчилось. Евроскилс – крупнейшее первенство по профессиональному мастерству в Европе. 48 компетенций, Россия участвует в каждой. Здесь выбирают лучших в строительном деле, кулинарии, инженерных технологиях, дизайне и других категориях. Подготовиться заранее к соревнованиям сложно. Конкретные задания участники узнают только сейчас. Во время чемпионата мы создаем несколько дизайн-продуктов. Это фирменный стиль в первом модуле. Во втором модуле это, скорее всего, журнал, многостраничка какая-то, возможно, брошюра. И в третьем модуле это мобильное приложение, веб-сайт. Все это должно работать, все это должно быть. Мало того, что красиво, но еще и соответствует требованиям определенным техническим, чтобы дать максимальную оценку. Россия принимает участие в мировом и европейском первенстве профессионального мастерства с 2013 года. И за это время удалось добиться небывалых результатов. По зачетам последних чемпионатов страна получает только золото и серебро. Международные эксперты отмечают превосходство по нескольким компетенциям, в том числе в IT-сфере. В IT-сфере здесь сказалось то, что мы первыми подхватили момент перехода IT-отрасли от условно высшего образования к среднему профессиональному, ну и фактически к дополнительному образованию. Получить навык программирования по цифровой навыке можно не тратя 5-6 лет, а можно сделать достаточно быстро, 3-4 месяца. И мы начали этим проактивно заниматься. Сильные компетенции, витринистики, графический дизайн, веб-дизайн. Традиционно мы можем показать, называется, дать жару. Евроскелс в Грацу планировалось открыть еще в прошлом году, но из-за пандемии открывается он только сейчас и на новых условиях. Все зрители должны будут предоставить ПЦР-тесты с отрицательным результатом. И конкурсанты тоже этот тест дают здесь же на площадке. Если у участника обнаружат вирус, то могут принять решение снять соревнований всю профессиональную компетенцию. Соревнования будут проходить несколько дней. Итоги подведут 26 сентября. Евгения Черечкина, Иван Малышев, Александр Макридин, Диана Макурина. Вести. Австрия. 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 Продолжение следует...